Здравствуйте! Буквально с минуты на минуту начнется заседание Сената Парламента. Повестка сегодня сверхнасыщенная. Депутаты Верхней Палаты рассмотрят больше 10 законопроектов. Если быть точным, то 14. Первая часть касается международного сотрудничества. В частности, развитие транзитно-транспортного потенциала Казахстана. Обсудить эти и другие вопросы мне помогут мои гости, члены Клуба экспертов в прессе Сенате Парламента Республики Казахстан. Позвольте их представить. Вместе со мной в студии сегодня находятся руководители программы внешней политики и международных исследований научно-аналитического центра МАИНД Махсут Нарибаев Юниверсити Мирас Жиинбаев. Здравствуйте! А также руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Министерства культурной информации, политолог Резат Тасанов. Здравствуйте! Итак, давайте перейдем к трансляции. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и ремонты автодорог республиканского значения. Спасибо. Максат Каджанала, Ропернс. Рахмет, уважаемый Евгений Древич. Да, у нас эти расчеты были произведены. Мы в этом году дополнительно вводим 14 платных участков дорог. Как вы знаете, в этом году охвачено рекордное количество ремонта и реконструкции. Это 12 тысяч километров. У нас дорог среднего капитального ремонта. И вместе с этим мы ожидаем введения новых дополнительных трасс платных участков. И ориентировочный расчет у нас есть. Это с грузового автотранспорта порядка 500-600 тысяч тенге. Это транзитный, который предполагается, Казахстан получит. Вместе с тем, на содержание в этом году мы ожидаем получить порядка 70 миллиардов тенге, которые будут направлены как раз на содержание. И мы предполагаем, что мы будем уже полностью обхватывать обслуживание содержания дорог. Спасибо. Рахмет. Рахмет, сөз депутат Арубаев Секен обслуживание. Арубаев Секен обслуживание. Рахмет, сөз депутат 1992-й, сөз депутат И, сөз депутат, 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 сөз депутат Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Күн тәртіпіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасының үкіметі мен Қытай Халқ Республикасының үкіметі арасындағы Транскаспи Халқырал Көлік Бағытын Дамыту жөніндегі Келісімді. Ратифікациялау ұтуралы Зандыilloайн-Қарау жөнінді. Занды мойінша, баэндамазасағысын сүс, сенатор ҽлікін Андрей Иваенчкеберлэді. Курмите Мауриен Садоханулы, Курмите Рептистер. Оно предусматривает развитие логистических центров на территориях обеих стран, что способствует привлечению дополнительных объемов транзита на транскаспийском международном транспортном маршруте. В последние годы роль транскаспийского международного транспортного маршрута в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли существенно возросла. В 2022 году объем грузоперевозок по данному маршруту увеличился вдвое, а в 2023 году еще на 65% достигнув 2,7 миллионов тонн. Это свидетельствует о высокой эффективности и востребованности данного маршрута, а также его дальнейшее развитие имеет стратегическое значение для активизации транзита между Азией и Европой. На сегодняшний день сроки доставки грузов транзитом из Азии в Европу сокращены до 18 дней, из которых 6 дней приходится на территории Казахстана. Это вдвое быстрее, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень оптимизации транспортных процессов и улучшения логистической инфраструктуры. Соглашение также предусматривает укрепление сотрудничества между ведомствами, регулирующими транспортную сферу и предприятиями. В частности, планируется совместное формирование благоприятной среды для поддержки стабильного и эффективного функционирования транспортного маршрута, оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок и повышение качества оказываемых услуг. Ратификация данного соглашения позволит существенно увеличить объемы перевозок грузов по транскаспийскому международному транспортному маршруту и способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем. Это создаст дополнительные возможности для бизнеса и укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного узла на Евразийском континенте. В связи с вышеизложенным, Комитет по международным отношениям обороне и безопасности рекомендует одобрить закон Республики Казахстан о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию транскаспийского международного транспортного маршрута. Нарзалға Рахмет. Рахмет, артестер. Зам бойынша сұрақтарыныз бар ма? Сөз депутат Тастекеев Кайрат Кулбай олына верледі. Рахмет, артестер. Бұл есіп қантымасы етуге бағыттыған келісімді қолдай отырып, менде келесі сұрақтар бар. Бұрыншы, сіздің министерлеріңіз мемлекет башысының тезі тасырмаларын орындау арсында осы қаралы бұтыған келісім шенгберін сүйі асыры жөндегі жоспарлары қандай. Екінші, осы келісім елдей кәскбелік дамытуға оң әсерін тегіземе, және өңірлерге жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береме. Рахмет. Жауап беріңіз. Жауап беріңіз. Алматинский узел. Также у нас реализуются проекты Дарбаза Махтарал и Бахтайягос, который позволит Бахтайягос на 20 млн. увеличение пропускной способности. Также Дарбаза Махтарал, это у нас направление Средней Азии. До 10 млн. тонн увеличения ожидается груза. Также у нас реализуется ряд проектов. До этого мы озвучили портах Курык и Актал. И в автомобильном сообщении у нас тоже сейчас большая работа. До этого я озвучил 12 тыс. километр. Это все способствует развитию нашего поставленного задачи главы государства. Становление Казахстана как транзитного хаба. И достижение 5-кратного роста перевозок. Рахмет, баска сурактар жок. Рахмет Андрей Иванович, орнызга отырныз. Эртістер енді занды талплауға көшейік. Сөз депутат Ершов Сергей Михайлович кеверледі. Сөз депутат Ершов Сергей Михайлович Казахстана. Внедрение передовых технологий по перевозке грузов. Обеспечению беспрерывной комбинированной транспортировки. Что способствует привлечению инвестиций. Также в контексте развития транскаспийского маршрута. Казахстан рассматривает данный коридор с фокусом на перевозку экспортных грузов. Таких как сырая нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, сельскохозяйственные продукции и другое. Отмечу, что Китай является главным торговым партнером Казахстана. И занимает первое место в товарообороте. При этом ежегодный рост товарооборота между двумя странами является результатом системной работы. Президент нашей страны Касым Жамар Кемильевич Такаев поставил задачу увеличить товарооборот между двумя странами до 40 миллиардов долларов в год. Со своей стороны выражаю полную поддержку законы и призываю коллег поддержать. Спасибо. 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 Иванович Кеверлида. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Но это увеличивает риски, но учитывая современные возможности логистики, технологические возможности, вот эти риски можно минимизировать. А здесь главным фактором вступает именно развитие инфраструктуры. Если посмотреть внутренние программы Казахстана в целом, и плюс внешнюю поддержку, финансовую поддержку, то уже, например, Европейский Союз, там порядка по грубым подсчетам для модернизации всей этой пути требуется порядка 18,5 миллиардов евро. И Евросоюз готов взять, стран Европейского Союза готовы взять на себя большинство из этих финансовых обязательств. Если в этой степени главная задача Казахстана сейчас, как говорили изначально, сопряжение и обеспечить максимальную прозрачность всех этих процессов. И главное, сегодня, что конечный потребитель, особенно грузоотправитель, не могут получить, это контроль над передвижением груза, чтобы они, получается, точно знали, на каком этапе, где находится их груз. А здесь очень важно задействовать именно цифровые технологии. Даже вот мы наблюдаем случаи, когда уже частные лица, которые отправляют груз, цепляют свои GPS-навигаторы, хотя это не их задача, а наоборот, это задача именно стран, которые задействованы в этом маршруте, обеспечивать всю эту надлежащую инфраструктуру, чтобы действительно я отправил груз, наблюдал, видел, что бесперебойно это поступает к конечному получателю. И в этой связи очень важно как раз быстро преодолевать все внутренние бюрократические процедуры, присутствующие в каждой из задействованных стран. И вот здесь как раз ратификация уже каких-то меморандумов, соглашений, быстрая ратификация, уточнение спорных пунктов, и плюс работа координационных органов, которые были созданы в рамках данного маршрута, имеет первостепенное значение. А на ваш взгляд, когда речь идет о том, что господин Тасов так корректно сформулировал, как определенные обстоятельства, я так понимаю, вы имеете в виду военное вторжение России в Украину, это сильно, скажем так, повлияло на глобальную сферу транспортно-логистических перевозок? Можно с уверенностью сказать, что это спровоцировало структурный кризис. То есть традиционные транспортные маршруты, ну или те маршруты, которые мы сегодня называем традиционными, они тоже на самом деле сложились всего несколько десятков лет назад. И сейчас, когда мы видим, что мировая торговля, она значительно менее свободна, она значительно менее открыта, и она существует в условиях наличия нескольких санкционных режимов в отношении очень больших территориальных пространств. Мы говорим о том, что развитие каких-то альтернатив, это фактически безальтернативно для нашего региона, для наших государств. Наша задача историческая, ну и в принципе стратегическая, обеспечивать континентальную взаимосвязанность Евразии. То есть транспортный каркас Евразии на сегодняшний день значительно поврежден. Многие глобальные цепочки поставок, именно глобальные, они даже не региональные, они на самом деле сильно искажены, меняются или даже рвутся под воздействием санкционных режимов. И здесь наша задача очень правильно воспользоваться этим окном возможностей, историческим окном возможностей, для того, чтобы в том числе работать над задачей странового развития. Наша концептуальная задача, это к 29 году удвоить ВВП. Опять-таки сегодня сенаторы озвучили задачу о том, что нам необходимо в 5 раз нарастить наш транспортно-логистический потенциал. То есть речь идет о кратном росте. Как мы будем этого достигать? Прежде всего за счет того, что мы будем работать над узкими местами. С другой стороны мы видим феноменальную степень координации нашего правительства и правительств государств по всему ходу среднего коридора, по работе над узкими местами с точки зрения права, с точки зрения конкретной инфраструктуры, жесткой инфраструктуры. И с точки зрения, как мы регулируем многие вопросы. То есть был вопрос по трекингу. И мы действительно видим то, что наш Минтранс, он достаточно продуктивно предлагает какие-то новые цифровые решения, для того, чтобы перейти к лучшим стандартам мировых практик. Мы в нашей части мира, будучи закрытыми в континентальной Евразии, мы ведь не понимаем то, что многие традиционные морские коридоры, они до сих пор, даже сейчас, в 21 веке, в 2024 году, очень часто должны страховаться от морского пиратства в некоторых государствах и в некоторых юрисдикциях. И то, что мы обеспечиваем с нормативной точки зрения определенную защиту и гарантии безопасности для этих грузов, для этих товаров и услуг, это то, что нам очень сильно поможет. И, конечно, это абсолютный геймченджер для нашего западного региона страны, который получит возможность и новый исторический шанс диверсифицировать реально структуру рынка труда. Потому что задача хаб – это не только построить холодильники, порты и что-то еще. Это автоматически порождает мультипликатор, который запускает новые смежные отрасли экономики, в том числе в сфере услуг. Да, потому что сама трасса тоже подразумевает, что на ней могут возникать малые и средние бизнесы по обслуживанию, предоставлению и так далее. Мотели, гостиницы, заправки, все что угодно. И в то же время компании с более продуктивным сервисом, которые, допустим, предлагали бы логистические услуги. То есть мы видим много возможностей и очень важно сейчас конвертировать этот потенциал в конкретные реалии. Ну, здесь еще нужно дополнить, что это и усиливает региональное взаимодействие, особенно в части Закавказья и Центральной Азии. Вот, например, буквально благодаря серединному календору активизировали взаимоотношения между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Это уже намного приоритетнее. Например, мы все-таки сейчас в ракурсе рассматриваем именно отправки товаров и там подобных всех благ с Китаем в Европу. Но не нужно и забывать вот с той стороны, что к нам в обратную сторону идет. Соответственно, там как раз буквально простой пример с того же Азербайджана. Там много фруктов и овощей может спокойно поступать в Казахстан. Потому что, соответственно, вот это взаимодействие сейчас очень важно с точки зрения как раз подталкивания к усилению именно преобладания экономического фактора над политическими и геополитическими факторами. Здесь еще один момент. К примеру, мы же еще и говорим о сопряжении пояса и пути и нашего видения. Да, пояс и путь способствовал активизации, регионализации, региональных взаимодействий вдоль данного маршрута. И плюс, с этой стороны второй фактор, который мы только что обсуждали, это вторжение России на Украину, как раз тоже активизировал. Сейчас для Казахстана очень благоприятное время, используя ту инерцию, которая возникла, использовать во благо. А получается, например, не потерять фору во времени. Насколько я понимаю, точнее, подозреваю, подобные мысли могут приходить в головы и нашим соседям. Я имею в виду Кыргызстан, Узбекистан, да. Просто у меня есть такое впечатление, что мы иногда слишком, так сказать, задаемся тем, что, так сказать, географически расположены очень удачно в центре и так далее. Но ведь маршруты могут быть разными. Согласен. Пока, давайте будем честны, Казахстан, в частности, страны Центральной Азии не могут удовлетворить в полном объеме тот спрос, который идет со стороны Китая. Это мы должны признать. А вот как раз, ну, в этом есть различные факторы и внутренние определенные факторы экономические, плюс вопросы касательно инфраструктуры. Но, тем не менее, сейчас не нужно поднимать вопрос о ненужной конкуренции, которая фунсируется с ней, а наоборот, нужно говорить о сопряжении интересов. Безусловно. Ну что ж, огромное спасибо. Я думаю, что пора перейти уже к трансляции. И далее комментирование продолжат мои коллеги из редакции на государственном языке. Спасибо большое, господа. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. . 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 В этой связи в Можилисе по продвижению депутатов в Можилисе данная норма была включена. Мы как правительство эту норму поддержали. Мы не считаем, что данная норма как-то ущемляет права подрядчиков. Наоборот, мы считаем, что данная норма повысит ответственность подрядчиков и усилит их ответственность. К тому же мы считаем, что данная норма, наоборот, будет способствовать повышению качества выполняемых работ. Здесь нужно отметить, что это право заказчика. То есть заказчик имеет право расторнуть договор в одностороннем порядке. Если заявленный субподрядчик при конкурсе в ходе выполнения работы, если его нет, он имеет право расторнуть. Это, во-первых, право. Во-вторых, вы говорите, что он не может гарантировать. Мы считаем, что он должен гарантировать заказчика. Он должен гарантировать, что тот субподрядчик, которого он заявил, он должен качественно выполнить работу. Поэтому мы считаем, что никаких ущемлений прав подрядчиков в этой норме нет. Во-первых. Во-вторых, мы считаем, что данная норма повысит ответственность подрядчиков и качество выполнения работы. Спасибо. Рахмет. Сюз депутат Ершов Сергей Михайлович Кеверледа. Спасибо, уважаемые Мавленцы. Мой вопрос также Министерству финансов. Рассматриваемый закон предусматривает несколько способов осуществления государственных закупок, четыре из которых признаются законом как конкурентные. Это пункт 1 и 2 статьи 10. При этом на деле встречаются компании-поставщики, которые из года в год добросовестно исполняют свои договорные обязательства и зарекомендовали себя как надежные и ответственные партнеры. Мой вопрос, уважаемый товарен Маратулы. Какие преимущества предусмотрены для таких компаний? Возможно ли предусмотреть прямое заключение договора с такими поставщиками, которые неоднократно на деле доказали свой профессионализм и состоятельность? Спасибо. Лёв Фернс. Спасибо за вопрос. Действительно, на рынке мы знаем, что существуют определенные добросовестные подрядчики. Здесь, когда я, если можно, взаимовяжу вопрос с вашим вопросом по поддержке ОТП. Здесь, во-первых, это конкурентное поле для таких подрядчиков. Они и так сами, благодаря своему опыту, благодаря своим финансовым показателям, выигрывают конкурса. Но мы не можем одни и те же, мы же должны давать тоже малым предприятиям развиваться, должны давать возможность другим компаниям, вновь созданным или которые недолгое время работают, тоже развиваться, выигрывать конкурса и выполнять работы. Поэтому отдельное предпочтение отдать за рекомендающиеся компании не можем. Они и так выигрывают, благодаря как раз таки своему вот этому профилю, мы называем его, да, вот профилю опыта работы и финансовой устойчивости. Но мы данным законом, я думаю, это одно из прорывных новшеств этого закона, это поддержка ОТП. Это очень важно, действительно, можно сказать, что вы сказали, очень важная такая новелла в этом законе. Это и мы продолжаем данным законом изъятие из нас режима. Это очень важный институт, институт изъятия из нас режима в рамках Евразийского союза. В данном законе мы присмотрели, плюс в действующем законодательстве мы уже более чем 4 тысячи товарных позиций изъяли из нас режима и отдали предпочтение нашим поставщикам. Данным законом также мы внедряем институт офтек контрактов, когда товары производятся на нашей территории и гарантированно закупаются у наших поставщиков. Плюс данным законом мы предусматриваем перечень товаров, работ и услуг, которые закупаются исключительно у казахстанского малого и среднего бизнеса. Это тоже важная норма данного закона. Плюс на нормативном уровне, на подзаконном уровне мы предусмотрели и будем предусматривать с принятием данного закона несколько послаблений преимуществ для наших отечественных производителей. Это и 30% аванс, это и освобождение от всех мер обеспечения, у нас есть три меры обеспечения, заявки от всех мер обеспечения. Это и смягчение штрафных санкций. Поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что если поставщики себе зарекомендовали хорошо, качественно выполняли работы, у них и профиль в системе закупок повышается, и они имеют возможность дальше выигрывать. Каких-либо послаблений, к сожалению, наверное, мы дать не сможем. Спасибо.